Вы не сказали да и не сказали нет. Примерно так расценили в Мадриде послание президента Каталонии Пучдемона. В правительстве Испании, напомню, потребовали от него четкого ответа на вопрос, провозглашена ли в регионе независимость. Но письмо каталонского лидера вызвало еще большую неразбериху о трудностях перевода в нашем материале. Сегодня ровно в 10 утра истек срок 5-дневного мадридского ультиматума Каталонии. Впрочем, в Барселоне с ответом о заветной независимости не спешат. Президент региона Карлос Пучдемон так и не смог четко сказать, независима Каталония или нет. Вместо этого направил письмо к премьер-министру Мариану Рахою с просьбой в течение двух месяцев начать диалог. К этому Пучдемона призывают и сами каталонцы. Важно, чтобы кто-то проявил инициативу и стороны в конце концов начали общаться. Думаю, что у нашего президента нет другого выхода. Он не может отбросить провозглашение независимости, как того требует испанское правительство. Это означало бы предательство двух или трех миллионов, которые проголосовали за это на референдуме 1 октября. Вести диалоги всегда хорошо. Если же его не будет, мы должны провозгласить независимость. Иначе все было напрасно и мы ничего не получим. Мадрид такая неопределенность не устраивает. Испанское правительство поставило Пучдемону новый ультиматум, теперь до четверга, чтобы отозвать декларацию о независимости, которую он подписал. Хотя по каталонским законам это должен сделать парламент региона. Вице-премьер Испании отметила, что в правительстве не исключают диалога с Каталонией. Но он должен проходить в рамках закона, с максимальной ясностью и без увиливания. Было не так уж сложно сказать да или нет. Теперь мы имеем ситуацию с преднамеренной неразберихой. Поэтому уже к 10 утра 19 октября Пучдемон должен все исправить и внести ясность, предоставив четкий ответ. В то же время премьер-министр Испании Марианна Рахой предупредил Пучдемона, что в случае официального провозглашения регионом независимости Мадрид прибегнет к 155-й статье Конституции. Она предусматривает приостановление автономии региона и введение прямого правления Испании.